все ребят добро пожаловать на одиннадцатый этап форма 1 на грампре германии начинаем с первого сегмента квалификации поскольку у нас два радбула и мерседес решили его пройти на софте по итогу они оба вылетели и так как так как у нас выбор шин состоит из ультрасофта софта и медиума соответственно решили у нас почему-то решили то что радбула смогут пройти во второй сегмент даже на софте но прикол в том то что они не смогли и по итогу оказались даже позади мерседеса вальтер ботеса хотя казалось бы радбул должен быть быстрее все таки мерседеса но оказалось так что ботес все таки даже смог обыграть два радбула ну окей посмотрим смогут ли они прорваться с конца пелотона да у них есть небольшая выигрышная стратегия поскольку они выбирают теперь комплект на старт да может быть они не хотели такого но получилось так получилось по итогу да у них будет один пистоп только переход со софта на медиум ну конечно да знаю то как иногда делают стратегии может быть все таки у них будет стратегия в 2 пистопа ладно придем к старту решетки где на первом месте не я аллен стролл на 2 сергей сервисе роткин на 3 ставки вандор на 4 стран кун а 5 у нас льюис хамильтон на 6 по 7 на 7 уникальных мерк 8 чека перец 9 шальклер и 10 маркус эриксон я собственно расположился на 11 месте почему потому что я заменил двс то есть уже к германии у нас третий двс был у 5 10 процентов находился уже соответственно в гонке если у меня не будет нового двс то я буду терять какое-то время напрямой и возможно концу этапа это будет уже достаточно большое время поэтому решил не рисковать и просто поменял во время чай квалификации по итогу в втором сегменте ездил на новом движке стратегия у нас стандартная 2 пистопа с двумя софтами и одним ультрасофтом ну и ребят переходим к старту и гаснут огней я срываюсь с места тут же нападаю на эриксона поравняться с ним причем впервые волосы как бы как бы минимум и стартовать но эрикс не предпочел чуть вырываться вперед хотя вот казалось бы у меня ультрасофт а у него софт но даже это ему не стал помеха и он как-то смог поравняться по итогу ну ладно стартовой камеры как у нас проходил старт в первый пород входили кто бок о бок то одиночки уже но по итогу в основном большинстве бок о бок также впереди были чуть ли не в три болида вряд шли но по итогу да разделились на 2 бред ряд там у нас тут появилась такая заруба между реклером и чека перри сам который без проблем пошел на прямой уже за счет слепстрима также реклер позади начал обороняться от своего напарника эриксона который тут же тоже пытался его обойти на прямой и да то вот неплохой старт получился то есть сразу отыграл три позиции и будем видеть то что так и продолжался дальше также феррари с мерседесом продолжают борьбу за пятую позицию вавильямса конечно же потихоньку отрывались пытались по крайней мере то есть ко второму кругу они не особо сильно отъехали от вандорна и причем что интересно вандорн держится неплохо за вилинсами то есть есть такая небольшая надежда то мы сможем кое-как побороться за кубок конструкторов но это такая надежда нам довольно маленькая поскольку очков увидимся уже очень и очень много а у вандорна к сожалению мало если в основном только мы будем приходить дублем а вилинс будут где-то позади вот ладно возвращаемся к гонке прохожу феталя и уже еду за хамильтоном и форс индией по итогу получил еще дресс и мы с хамильтоном тут же прошли эту форс индию зажали между собой и да конечно же хамильтон спокойно прошел форс индию я же кое-как на выходе уже за счет лучшего выхода прошел я и устремился тут же за хамильтоном которого догнал и смог опередить восьмом повороте и принципе тут же начинаю отрываться также еще хамильтон решил отрулить от греха подальше какое-то время точнее на следующем кругу даже догнал вандорна на прямой за счет дресс и еще слепстрим под конец смог его догнать прям но очень поздно начал тормозить из-за чего вылетел широко и по итогу да вандорн спокойно обогнал меня и по итогу решил уже что на пятом кругу надо ехать на пидстоп сделать пидстоп чуть раньше чтобы попасть в очередь какую-либо потому что вдруг кому-то надо чуть дальше будет проехать по пидстопу они меня задержат и тому подобное по итогу потерянное время проще в принципе такую раньше заехать и также поездить за вот позади идущими двумя арбулами которые уже какое время мариновали хардли позади по итогу да они смогли наконец-то опередить и начать его тут же отрываться но тут я уже появился на горизонте у них и напрямую за счет слепки мы и дресса того же смог спокойно донать ферстаппина который свою очередь смогли дать рикардо по итогу рикардо мы вдвоем опередили я причем уже в шпильке самой немножко портанул ферстаппина такая что не очень хорошо получилось но как получилось так сказать по итогу бок о боку принесли с ним ехать но прибор наш продолжалась недолго а буквально до девятого поворота восьмой я слишком широко еще вошел в него из-за чего макс мог вырваться вперед но все таки 9 пор был в мою пользу и за счет этого я уже вышел впереди него и в десятом спокойно закончил эту борьбу наконец таки также позади рикардо чуть не ушатал хардли в отбойник в последних сезонах все время кто-то оказывался в этом отбойнике но почему-то кстати за спойлер в этом этапе там никого не было что довольно странно может быть бота умнее стали довольно интересный вопрос ну ладно в седьмом кругу я наконец-то догнал ботаса и райкинена которые боролись между собой потихоньку и так как они шли на стратегию в один пидстоп то у меня было некое преимущество опять же по резине поскольку она мне свежая за счет этого я был лучший держак конечно да за 7 кругов не сильно износится там новый софт опять же но все же по итогу с ботасами разобрался в девятом повороте просто банально перекрестив траекторию конечно из этого я потерял какое-то время по отношению к райканину но в принципе он спокойно догнал на старте прямой уже за счет дресса опередил потом уже догнал кругу впереди себя идущих в виде эриксона и сиротка на поступках и тут два хаса и уже тут же начал такой осиротка в шпике так как его еще прошел эриксон за счет slipstream и дресса что интересует кито что я думал вильям сможет спокойно оторваться даже несмотря на дресс у эриксона но по итогу да все таки золбер подносит сюрпризы и думаю то что может под конец сезона мы увидим то что золбер очень хорошо могут поехать ну может быть опять же с эриксом тем же я разобрался уже на 11 кругу спокойно на второй зоне дресса и уже после этого момента по сути гонка у меня длилась все оставшиеся 24 круга просто в одном темпе то есть я просто ехал на матовые круги да и также у нас шел еще фетель на 11 кругу даже кругом раньше точнее конечно же эриксон попытался мне контратаковать на прямой за счет дресс и slipstream а но у него это не вышло к его сожалению и как я уже сказал ранее я просто начал отрываться вандор он позади тоже прорывался после своего пистопа и причем у него был второй пистоп смена софта на medium скорее всего у него не остался еще одного комплекта софта к сожалению ну да пусть и у него у него этого еще одного комплекта софта но при феномидиуме он спокойно догонял и проходил впереди идущих соперников да конечно же он потерял некоторое время по отношению к вильямсом он культ времен начал догонять их но потом опять же потерял из-за борьбы вот в пилотоне ну и также позади еще хамильтон развлекаясь райки нам опережая хас которые шли на один пистоп в принципе хас неплохо так для себя тоже проехали если считать то что сначала у них было не очень в сезоне ну и как-то так прошел этап да он был довольно насыщен бойбой поначалу но это поначалу сожалению к середине уже дистанции борьба вся сошла на нет то есть и кто-то прорвался дары был под конец только начали прорываться то есть весь этот момент они ехали за феррари и мерседесом льюиса хамильтона ну и потом уже начали прорываться за счет может быть чуть более живого медиума у них пошло ну и что у нас имеется первое место по итогу мы продолжаем активную борьбу за чемпионский титул потихоньку начинаем оторваться от строла и сироткина ну и также сироткин принципе да он уже догоняет строла опять же в зачете поскольку строл приехал на третьем месте так как у него был контакт вроде где-то в начале и он менял предятие крово из этого он задержался на пистопе собственно также хаса заезжает в небольшие для себя очки ну и вандор в принципе заехал на четвертое место что очень даже хорошо по итогу для него то есть мы набираем уже для команды аж 37 очков так что ладно посмотрим как пойдет у нас концу этапа собственно 2 радбула он неплохо прорвались на пятое седьмое место не успел максер саппина и придите юиса немножко буквально там не хватило ну и опять же как я и говорил будут до конца этапа просто сидели позади и ждали ну и только дождались лично за счет нас произошли небольшие изменения юис поднялся на три позиции за счет того что это сошел и плюс он финишу ложь на шестом месте что опять же для мерседеса неплохо для их кондиции нынешней альтери вообще тринадцатом приехал хотя вот вроде бы с рэдбулами тоже ехал на софте а также он смог оторваться то есть самый торос который был мариновали сначала гонки но вот где то может быть не сдалось это можно держать на без стопе всякое может быть по контактам у нас особых и нету собственно как обычно пару контактов один сход и все они не более соперничество я продолжаю потихоньку выигрывать сироткиным точнее вырвался наконец-то вперед может быть это соперничество я все таки смогу выиграть даже уже в макларене по сути сироткиным сейчас идет счет 7-0 к мою пользу но тут всякое может быть может быть все таки будет ничья может быть я смогу проиграть и тому подобное ладно модификациях заказываю последнее обновление небольшое в оригиналке передней и думаю уже куда пристроить последние ресурсы решили пристроить на двигатель поскольку черт подери он изнашивается крайне быстро на этом ребят все с вами вархаммер подписывайтесь на канал ставьте лайки до скорой встречи пока пока